В прошлой передаче я показал вам Ереван. Город солнца, раскинувшийся под сенью могучего Арарата. Мы прогулялись по каскаду, посмотрели выставку современных скульптур, посетили ереванский вернисаж и познакомились с интересным художником Владом. А еще заглянули на конечный завод Арарат и разведали секреты производства армянского бренди. Посетили поющие фонтаны. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на тот факт, что Ереван включен в список 16 древнейших городов мира по версии британской газеты The Telegraph, в нем почти не сохранилось ничего античного. Ирибуни в этом смысле – настоящая жемчужина Еревана. Эта древняя крепость была построена в 8 веке до н.э. и выполнена в форме лабиринта с тем расчетом, чтобы враг, добравшись до высокой возвышенности и прорвав оборону цитадели, если это у него, конечно, получится, Двинулся бы по ложному коридору к тупику, в котором защитники крепости истребили бы его армию с высоких стен, кидаясь пилумами, активно поливая головы людей кипящим маслом и закидывая их камнями. Это удивительное достижение фортификационной науки, и нечто подобное можно встретить только у древних ариев, которые придумали лабиринт Чакравьюха. Ирибуни – это древний город-государство Урарту, прадедушка Еревана. Клинопись сообщает нам, что он был основан царем Аргишти в качестве опорного пункта для закрепления Урартов в Араратской долине. Ирибуни до недавнего времени был сокрыт земным покровом от человеческих глаз. И только в первой половине 20 века археологи случайно обнаружили у местного жителя древнюю плиту с клинописью, сообщавшую о строительных проектах Аргишти. К 1968 году раскопки крепости, которые велись к тому времени около 13 лет, были наконец завершены, и Ирибуни восстал из земных недр, чтобы уже в 20 веке нашей эры восславлять имя своего основателя. Гагик Гюрджан, директор музея-заповедника Эрибуни, в одном из своих интервью рассказывал, что его, как архитектора, заинтересовала технология строительства. Урарцами стен. Двухметровая каменная стена сверху покрывалась глиняно-кирпичным покрытием. Все стены были выровнены, и каждая расписана фресками. Помещение выстилались деревянным паркетом, под который стелили глиняные плиты. Глина не впитывает влагу, а потому такой фундамент мог простоять тысячелетия, что мы сегодня и наблюдаем. Ирибуни восстал из земных недвижений. Явился ко мне царь страны Эйтиухи и заплатил мне дай. Я увел в плен мужчин, женщин, городожжок, крепости разрушку. Аргишки, могущественный царь страны Беайни, по велениям бога Халди, молвил. Кто имя мое уничтожит и свое подставит. Инженерная мысль урарцев была настолько развитой, что в Ирибуни существовала даже система водопровода. Сегодня ученые смогли реконструировать внешний вид крепости, и можно с уверенностью утверждать, что для своего времени Ирибуни был прогрессивным строительным проектом и неприступной цитаделью. Раз уж мы заговорили о временах молодости Армении, позвольте рассказать вам про древнеязыческий праздник Вардавар, который ежегодно отмечается по всей стране. Люди выходят на улицу и поливают друг друга водой, собираются у фонтанов и устраивают настоящие водные баталии. У праздника нет строго определенной даты, и он отмечается через 14 недель после Пасхи. Считается, что слово Вардавар возводится из слов Вард, Роза и Вар, Яркий. Поэтому в этот день не только обливают друг друга водой, но еще и у влюбленных принято дарить своим избранницам розы. Как обычно это и случается с языческими праздниками, христианская церковь либо пытается их искоренить, либо принимает традицию в свое лона, приурочивая дату к какому-нибудь значимому событию из истории христианства. Именно это и случилось с Вардаваром. Церковь истолковала языческую традицию как дань памяти всемирному потопу. Якобы Ной повелел своим потомкам вспоминать этот день раз в году, символически обливая друг друга водой. В этот день везде, где бы вы ни оказались в Ереване, вас будет поджидать вода. Увы, не розы. Она может свалиться к вам на голову в буквальном смысле на любой улице. Возмущаться не стоит, уж такова традиция. Вашему покорному слуге тоже досталось. Облили технику. Причем даже этот милый ангел, что незаметно притаился на балконе, держит на готове ведро с водой. Но, впрочем, даже те, кто стремится облить других людей, и сам не застрахован от того, что не будет облить с головы до пят. Таков уж этот день. Ну а мы с Арутюном решили направиться на главную площадь Еревана, чтобы принять участие в основном месте празднования Вардавара и поучаствовать в водных баталиях. Посмотрим, что же там происходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Арутюн 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 Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая достопримечательность языческой Армении не нуждается в особом представлении, поскольку Гарни по праву занимает достойное место на визитных карточках Армении. Гарни – это древнеязыческий храм, одна из немногих достопримечательностей языческой Армении, сохранившейся в современных границах страны. Находится он всего в получасе езды от Еревана. Еще в III веке до н.э. армянские цари задумали построить на территории Гарнийского утеса летнюю резиденцию. Все дело в том, что на территории Араратской долины, где два тысячелетия тому назад находилась древняя столица Армении, город Арташат, летом становится очень жарко. Средняя дневная температура достигает 33 градусов по Цельсию. Гарний, расположенный за цепью высоких гор над ущелем реки Азад, отделен от жаркой низины естественной преградой, а потому знойным летним днем находиться здесь гораздо приятнее, чем в Ереване. Храм является представителем древнегреческой архитектуры. Воздвигнут он в I веке в честь почитаемого в Малой Азии бога Митры, культ которого проник в Армению из Индии и впоследствии попал в Древний Рим. Слово «митра» является синонимом греческого слова «гелиос», которое принадлежит богу Солнца, и соотносится с именем арийского ведического божества Митри и персидского Михр. Колонны храма берут свое начало в крита-минойской догреческой цивилизации, где они представляют собой символ единения божественного и земного начала. Иными словами, олицетворяли нас с вами, людей. Рядом с храмом находятся руины христианской церкви, которые, как известно, возводились, как правило, на местах языческих капищ и алтарей. И здесь, на руинах, мы снова встречаем древнейший символ вечности и круговорота жизни. Гарни – это не просто храм, это еще и большая книга, изучать которую ученым еще только предстоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На территории музея-заповедника находятся руины старинной римской бани. Примечательны частично сохранившиеся мозаики. Здесь же была найдена надпись на греческом языке, где мастера, строившие баню, жалуются, что не получили за строительство от царя заслуженной платы. Друзья, если вы хотите принять участие в моих экспедициях и сделать совместное интересное путешествие, заполните анкету и пришлите ее мне. Ссылка в описании к этому видео, а также на QR-коде. Следующее место – одно из самых загадочных в Армении. Это так называемый армянский Стоунхенш или Зарацкарер. Возможно, что эти камни были собраны вместе в эпоху неолита. Во многих из них проделаны идеально круглые отверстия. О происхождении этого места и его назначении не прекращаются самые ожесточенные споры. Что это? Древняя обсерватория для наблюдения за звездами? Загон для скота? Университет каменного века? Космопорт или языческий алтарь? Кто все это построил? Люди или инопланетяне? Одним словом, благодатнейшая почва для спекуляций. Самое загадочное место на планете, которое невольно уносит воображение к далеким эпохам. Зарацкарер – это загадка, которую, увы, не по силам разгадать человечеству из-за слишком большой давности лет. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Этим вы мотивируете автора продолжать свой труд для вас. Автор выражает признательность Арутюну Ариджаняну за организацию путешествия по Армении и за помощь в подготовке этой передачи. И рекомендует его как лучшего проводника по Армении.